Пациент подходит к поликлинике и видит уже объявление, что пациенты с температурой должны следовать в инфекционный блок. Он может уточнить у специалиста, который встречает его на входе и измеряет температуру, куда он должен идти, или читает объявление и следует непосредственно в инфекционный блок. Там работают три кабинета врачей с пациентами с температурой. COVID сейчас очень разноликий. У кого-то это горло, у кого-то это температура. Мы делаем анализы, мы делаем рентгеновские снимки, мы уточняем эпитанамность, потому что для мазка важно не только, может быть, первые сутки, а важно, сколько дней болен пациент. Скажем так, он больше похож на на простое ОРВИ, он очень часто сочетается с проявлениями заболеваний желудочно-кишечного тракта, то есть это может быть диарея, это может быть тошнота, рвота. Он немножко другой, даже если вот его сравнивать с прошлыми, он другой. Сегодня у нас было 32 пациента конкретно у меня, вот, но мы работали вот три, два, три кабинета. В зависимости от того, какая нагрузка, если больше пациентов присоединялся к нам третий специалист и у каждого получается, вот у меня 32, 25, 20. На вакцинации задействовано два специалиста и они работают с 8 утра до 19 вечера. В среднем за смену специалистов по 50 человек. Выезжают еще специалисты для вакцинации централизованно на предприятии. Четвертая волна, наверное, сейчас более массивная, чем были все остальные. Также тяжело было в ноябре, в декабре прошлого года. Пациенты стали моложе, они стали намного моложе и очень жалко, что большинство пациентов, которые обращаются к нам, это непривитые пациенты. То есть мы уже проводим даже сами такой анализ и за неделю может быть только один-два пациента, которые были привиты, причем совсем недавно. Пациенты, которые прививались с самого начала, то есть это где-то ну февраль, март, мы их сейчас не встречаем.